АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы, просьба, у кого какие есть, сформулированные, задавать с места, поднимать руку? В принципе, в два словах все. Я думаю, что не так много шахмат будет, не буду очень много показывать, почти совсем не буду, потому что у всех тут разный уровень игры, может быть половине зала будет неинтересно, какие-то варианты. Поэтому я хотел построить так, сначала немножко расскажу про себя, как там начинал играть в шахматы, немножко на своей карьере, о тех временах давних, когда я туда познакомился с шахматами. И потом, я знаю, достаточно часто провожу такие встречи, и я знаю, что часто бывают какие-то вопросы у людей, которые очень тревожат, хочется задать какой-то конкретный вопрос, поэтому они как-то это работают. Да, и поэтому потом скорее будет такая, как бы, вопросы, вопросы-ответы на любые темы, которые вас интересуют, чего так же построим в сегодняшней встрече. Ну, давайте тогда сначала, родился я 25 и 1975 года, очень давно уже, в Туапсе, Краснодарский край. У меня отец научил играть шахматы, без всякого там злого умысла, так сказать, то есть просто как часть культуры, музыка, искусство, не знаю, литература, шахматы, да, тогда в то время, по крайней мере, в советское время шахматы были очень популярны. И, конечно, это помогает, когда шахматист, ну, для ребенка все-таки важно, чтобы был такой пример, да, то есть человек, шахматист, это известный, уважаемый, да, человек в стране, это все-таки, конечно, важно. Поэтому как-то меня вот отец познакомил просто с точки зрения общей культуры, там, это, сказать, шахматом, ну, такой любитель шахмат, ну, обычный такой игрок любительского уровня. И мне как-то очень понравилось сразу, это, наверное, редко бывает, когда просто лепло, так сказать, лепло полностью, потому что я тут же попросил купить книжки какие-то, не так, но интернета тогда не было для молодого поколения, скажем, и близко еще. Попросил купить какие-то книжки, которые у нас были в книжном магазине, тогда Карпов, 5-4-4-5, моя первая книжка была избранной партией Карпова, по-моему, это единственная книжка была, которая, он, ему удалось найти в городе. И, соответственно, я бы начал изучать сам, самостоятельно партии Карпова, что я там мог понять, не знаю, но пытался, пытался, по крайней мере. И как-то быстро успехи пошли, ну, бывает, просто повезло, могу сказать, потому что я думаю, у каждого человека есть какой-то свой особенный талант, но не всем удается ему, так сказать, встретиться с этой сферой деятельности и разбить с малого возраста буквально. Просто повезло, что буквально в пятилетнем возрасте попал именно на то, что мое, безусловно. И довольно быстро начались успехи какие-то. Ну, у нас был, на самом деле, я так, опять же, занимался, ну, достаточно мне нравилось, но не более того. А потом у нас появился, ну, все-таки провинциальный город, он все, таких серьезных шахматных достижений не имел и тренеров особо не было. И у нас появился такой шахматный кружок, энтузиаст Ральт Олегович Степанов, ну, так я помню хорошо. Он просто организовал, ну, вообще был фанатиком шахматных, вот это такой персонаж, он типичный для шахматного сообщества. То есть он безумно любил шахматы, страшно просто. И играл, ну, у него как-то не хватало способностей, то есть он дошел до конец мастера, но больше не смог. Но он занимался день и ночь, и просто вот вся жизнь его была шахматами. То есть он работал так, так сказать, для трюлеча, чтобы где-то поработать, приходил, и вот вечером там позиции какие-то анализировал. И очень повезло, он, в общем-то, на общественных началах открыл кружок с детьми, и повезло, конечно, во-первых, потому что все-таки как-то попал куда-то, в какой-то кружок хотя бы. А во-вторых, то, что он, безусловно, увлек шахматами, потому что это тоже важно, да, когда педагог, ну, он очень увлекает. То есть ты видишь вот эту страсть к игре, и это еще тебя, ну, еще больше привлекает заняться шахматами. Я помню, что в таком маленьком полуподвальном помещении мы были. На самом деле мой отец привел брата, у меня брат такой отец старше, ему было тогда 11, по-моему, мне 6. И в первую очередь брата, ну, я за компанию, я за компанию, но, в принципе, так сказать, он набирал всех подряд почти, что кто вообще как-то имел, говорят, шахматы. И, ну, я сказал, может, его тоже возьмете. Я помню, даже сейчас хорошо помню вот этот вот полуподвальное помещение, мою первую партию с ним, потому что как некий отбор к школу все-таки, ну, он хотел понять вообще что-то, я могу или нет. Шахмата хочет что-то, понимаю, кроме правил. И я хорошо помню партию, он взял черное, ну, примерно он так развивался, я, потому что уже внизу какие-то идущие, и примерно понимал, что нужно играть в центре, как-то фигуру по центру ставить. Впрочем, он взял черное и говорит, ну, давай, несколько подок сделаем. И он, заставил, он просто делал эти нейтральные входы, смотрел, как я буду играть. Ну, я как-то там сыграл какие-то E4, фон что-то так, я так, фон, значит, D4, фон, D7. Ну, я как-то, как учили, боится, то есть, ну, знаете, часто дети как-то так играют, фон, D4, фон, D2, но я жестко все по центру ставил, и фон, как-то D6, я фон, D3. Фон, D6, я как-то, фон, D3. Фон, там, как-то, D6, фон, D3. Фон, D7, как-то, там, рокировка. Он что-то такое, типа, конь D7, нападение 1, так, все грамотно, как пациент. Вот, типа, рокировка, там, ферзь D2, конь D7, вот я, Д, как-то так, я очень расставил все, как надо. И он сказал, мы все берем, отлично все понимает, что примерно надо делать. Это я хорошо помню, что в районе этой позиции партия закончилась, и он меня взял в школу. Она, правда, недолго продлилась, но самое главное, вот это любовь к шахматам он передал. И потом я уже 7 лет первый разряд получил даже, то есть по тем временам, сейчас это, наверное, норма, по тем временам это было очень серьезно, ну, действительно, быстро развивался очень. И я помню, в 9 лет выиграл в шпяток города среди мужчин, хотя было, по-моему, 11 из 11 набрал. Тогда, ну, у нас не такой слабый город, ну, где-то в отцов первозрядники, пару гастер-мастеров было. И потом проблема была в чем, что, ну, я играл, ходил в школу, играл в шахмат, и понятно было, что я довольно перспективный, как бы, да, даже в, так сказать, всесоюзном масштабе, но все-таки из провинции, у меня не было тренеров особо тогда, в основном сам занимался. И потом, как, то есть я не выезжал в отределы края вообще-то, Краснодарского края, выезжал в там чемпионат края, у нас довольно сильный, кстати, край Краснодарский, в то время был Виталий Валерьевич Сышковский, который потом со мной работал, мы с ним работали, он переехал оттуда, из Омска, кажется. И, ну, и мальчики были хорошие, там, вот, Сергей Тивяков, мы были два таких основных края, Павел Трегубов, который тоже сейчас хороший классмейстер очень, и другие ребята тоже были. Я помню, что мы выиграли чемпионат края, разделили первое-второе с Сергеем Тивяковым, кто шенадцати лет, очень, причем так, мы были намного моложе, по-моему, Сергею было одиннадцать или девять, даже, ну, это шенадцать, то есть понятно было, что перспективно, никто обо мне особо не знал, и помню, что потом получилась такая история, что, как всегда, немножко случайно, часто бывают какие-то совпадения, и у нас в городе был такой очень-очень хороший человек, очень добрые воспоминания о нем, Аветисян Захар Кеворкевич, так его звали, да, как сейчас помню, он, Абинит был, он, значит, был начальник почтам, местного почтам, очень большой любитель шахтат, конечно же, болельщик Гаспарова в то время, да, за Гаспарова болел, я помню, иногда меня приглашал, там, когда они играли матч с Карпом, показать, что происходит, там, ну, замечательный человек вообще, и он знал моего отца, потому что мой отец, он был художником, и он, ну, сделал довольно много работ, в том числе и особо митильские работы, там, памятники тоже скульптором, с моим дядей они делали там в городе какие-то памятники тоже, и на два почта, знаете, всегда, очень часто надо было, что-то переделывать, и, в общем, тоже работал там, и, да, и в какой-то момент у него возникла идея, как он мне потом сам говорил, значит, ну, потому что у нас были в то время, были шахматные школы, шахматные школы, которые, ну, это мы говорим, примерно в 86-87 году, которые финансировали государство, и, ну, было школу Смыслова, школу Петросяна, в общем, много разных было школу, было Смыслов, Петросяна, ну, и, конечно, самое, еще было парочку, и самое-самое главное была школа Космара Ботвинник, потому что тогда Ботвинник, он, как бы, снова реорганизовал свою школу, ну, вообще, конечно, великий человек был, он, ну, его называют патриархом, патриарх советских шахмат, действительно так, вообще много сделал, вообще говоря, ну, стал первым советским чемпионом мира, и, в общем, потом пошла приятная чемпионом мира, Советского Союза, и в его школе ни много ни мало воспитывались Каспаров и Капков, я и Свитлер, Широв, ну, вообще огромное количество игроков, и вот тут момент Каспаров как раз, он только что стал чемпионом мира, обыграл Капкову в 85-м году, в 86-м, и они снова организовали такую школу, после некоторого прерыва, и, да, ну, это была такая вот, самая элитная, буквально 10-12 было ребят, самый, ну, он считал, что попасть в эту школу, это вот совсем уже один из самых лучших, безусловно, то есть, скажем так, это была такая элитетная, да, там, они, скажем так, ну, разумеется, патриники Каспарова, то есть они отбирали это вот в самых лучших, потом чуть-чуть уже там похуже шли в другую школу, тоже очень сильно, конечно, выходцы с других школ, ну, я могу сказать, в школу Депросяна, например, с гельфом, там, и так далее, да, то есть были тоже неплохие шахматисты, так скажем, но основной считалось это, и он просто решил, он, учитывая, что был начальник главпочтампа, он решил позвонить по Твиннику домой, нашел телефон, ну, телефоны можно было там находить, конечно же, ну, для начальника главпочтампа не проблема была найти домашний телефон, и просто позвонил домой, и, ну, к чести, конечно же, Михаил Моисеевич, надо сказать, что я понимаю, какое количество таких запросов, звонков он получал наверняка, да, и, ну, он не, так сказать, не отослал сразу, человек, ну, ну, он просто объяснил, что у нас есть очень талантливый мальчик, я вот вижу, что талантливый. С другой стороны, вы же понимаете, что, как бы, это же не эксперты, да, талантливые, разные есть уровни талантливых, да, поэтому, конечно, наверное, Михаил Моисеевич, так сказать, не с родителями к этому относится, ну, мало ли талантливых, да, по меркам местного, так сказать, любителя шахматиста, но, тем не менее, он прислушал, и мне потом говорил Александр, что они очень долго, минут 15 поговорили, очень тепло говорили, просто, так сказать, пообщались, и он, он сказал, ну, пусть он пришлёт партии свои, и мы посмотрим, да, как он играет, и я, как раз, у меня вот получился такой скачок, в этот момент я так довольно прилично усылился и довольно хорошо играл, например, успешно сыграл, и послал партии в Москву, просто их тогда в руки, да, записал, послал на просмотр, и неожиданно меня взяли в школу, чего, конечно, для меня это было, ну, абсолютно что-то невообразимое, потому что, ну, я совсем провинциальный, я, за пределы, когда я не выезжал, ну, да, я не было хорошо играть, как для своего роста, но, как бы, у меня не было даже какой-либо понимания, насколько хорошо играю, как, то есть, ну, и то, что в такую школу возьмут, это, конечно, было невероятно для меня, это самая лучшая школа, и мне потом рассказывал племянник Михаил Моисеевич, он был организатором, ну, занимался организационными вопросами, он мне потом это уже много-много позже рассказал, эту историю, что когда эти партии пришли мы, ну, в какой-то момент они выбрали время, селись с Михаилом Моисеевичем на тренинг и начали их смотреть, ну, просто там, двигать на доске, а в компьютерах тоже не было тогда, как вы понимаете, и он говорит, мы посмотрели три партии, ну, там из 12, или сколько я прислал, и Михаил Моисеевич рассказывает историю, говорит, да, ну, берем, какого мальчика мы берем, и говорит, ну, Михаил Моисеевич, ну, давайте, может быть, все-таки досмотрим, остальные партии, говорит, нет, ну, конечно, мы досмотрим остальные партии, но я уже вижу, что все, мы его возьмем, да, так, такую вот он мне историю рассказал, думаю, правдивая, наверное, и вот, неожиданно, я попал в эту школу из пара-батлиника, и так получилось, что, конечно, она мне очень помогла, во-первых, просто общение с такими великими игроками, но, опять же, я должен сказать, что школа была не совсем в том понимании, в котором, может быть, вы думаете, то есть у нас было две сессии в году по две недели, то есть это не то, что для какой-то интернат, вот просто мы приезжали, две сессии в году по две недели, и, ну, то есть не то, что было очень много там, скажем, ну, все-таки не такой большой срок, но, конечно же, просто общение с людьми игроками, их взгляды на, причем, ну, и задавали вопросы, они отвечали, как бы, очень такая была теплая атмосфера, и, ну, школа была, да, там были вот, я уже говорил, Илья Шиширов там в этой школе был, Свиддер, я, ну, много-много, ну, как, ну, как, ну, всего там 10-12 лет, ну, конечно же, сильные игроки. И, ну, единственная правда, как мне потом сказал, уже применение Белосеевича, что там была некоторая квота, все-таки был Советский Союз, нужно было из республики тоже брать, и, конечно же, ну, то есть все равно, ребята, были хорошие, но какая-то часть должна была быть из республики, по большому счету, там, в России, в Украине, не знаю, там, можно было набрать практически всех, но, то есть, за счет этого, ну, тем не менее. В общем-то, да, и как-то я очень понравился Михаилу Моисеевичу, и Каспарову тоже, он сам об этом потом говорил, что, в общем, ну, мне было 12 лет только, и как-то приглянулся я даже, кстати, в интернете недавно нашел видео съемку, когда я стою у доски, и Михаил Моисеевич, и Горя Кимович сидят, и я показываю пастику, это неожиданно нашлась какая-то съемка, там была съемочная группа на первой сессии. Да, и дальше, ну, мне, отчасти, мне повезло, это был такой год, 87-й, наверное, да, 87-й год. Потому что уже, ну, начался, конечно, там распад Советского Союза, и, конечно, проблемы с финансированием начались. Здесь, в принципе, к 90-му году уже все закончилось, в принципе, любое финансирование. То есть, если бы я опоздал, что называется, родился бы на 3 попозже, может быть, было бы намного сложнее, потому что эта школа тоже распалась к году 90-му. И, в принципе, вообще, то есть, я в то время, когда я вот только начинал, тем более, когда допал в школу Батвитника, Каспара Батвитника, я какую-то стипендию мне давал в государстве, даже там рублей 80 в месяц, не так мало. Это было не так, то есть, чтобы я мог ездить на турниры и так далее. То есть, тренера какие-то у меня появились уже, что там, да, то есть, но потом это стало уже невозможно. К счастью, я проскочил очень быстро этот период, то есть, я как-то попал, так сказать, прихватил вот эту Советскую Жанну Трушкову, легендарную, да, то есть, государство все-таки оплачиваю, а потом, как бы, успел выбиться наверх, да, потому что, к сожалению, из вот ребят, которые были из моего поколения, были очень талантливые ребята, которые, ну, вот, примерно на моем уровне в юношах играли, но чуть-чуть не успели, и там уже завязли, да, потому что довольно сложно, скажем, когда ты выходишь на высокий уровень, там нужны уже хорошие тренера, нужны, как бы, какие-то расходы, да, на турниры, на тренеров, а если денег нет, то, в общем, сложно становилось прорваться. Я как-то успел проскочить очень быстро, таким метеором просто, и уже, скажем, ну, в 91-м я уже был сильным гроссмейстером, а, 50-ки мировой, по-моему, был. То есть, как-то успел. Ну, но, тем не менее, я помню, что 92-й год было интересно, потому что, ну, время, то есть, знаете, как было, да, тогда не все, наверное, но, конечно, время было непростое, то, например, у меня отец, он, скажите, ну, скопил что-то, тоже не было высокого уровня, и там была деноминация что-то, в общем, там, в течение месяца все, так сказать, исчезли сбережения у всех, и, в принципе, достаточно был бы советским веком не успешный человек, насколько, ну, как бы, возможно, в Советском Союзе, но, в общем, везде не достался, там, с пенсией, как бы, 100 долларов, и, в общем, да. Так это, у многих это произошло, да, вот в это время, конец в 70-х, начало 90-х, и я помню, что, я хорошо помню, что я ехал на турнир, я уже был, гроссмейстером еще не было, у меня просто турнира не было, чтобы это получить вот в этой, в этом турнире, кстати, я одну из новых выполнен, стал очень скоро гроссмейстером, но у меня был уже очень высокий рейтинг, я точно был в мировой сотне уже, даже десятки мировых, и организаторы турнира в Англии, где-то под Лондон, они, значит, пригласили меня, даже там что-то заплатили, какой-то гонорар, не такой плохой по те времена, да, рейтинг был довольно высокий, у меня проблема была в том, что не было денег на билет просто, то есть, ну, просто у нас не было денег, не знаю, стоило 400 долларов, 500, долететь, не лететь до Лондона, но их не было просто, я помню, что у меня отец пошел, как-то вот, друг, предприниматель, занял у него эти, там, 500-600 долларов, чтобы, и с условиями, учитывая, что я там получал, по-моему, тысячу гонорарных просто, да, то есть, мне просто надо залететь и физически забрать, но как-то, ну, церкви, но в итоге получилось так, что, да, что он сказал, что 500-800, через две недели отдастся, это неплохой бизнес был, тот отдал и отдал, конечно, в общем, то есть, тоже не мог сказать, что было так просто, все, но потом что-то он уже начал зарабатывать, я очень быстро как-то ворвался в мировую, ну, наверное, главное было событие, это когда меня пригласили в 16-летний возраст сыграть за сборную в России, конечно, опять же, стечение обстоятельств, наверное, у каждого серьезных спортсмена, как всегда, вот, есть какие-то стечения обстоятельств, это была, конечно, удивительная вещь, потому что, ну, я никак не понял, то есть, я, конечно же, был очень перспективный, уже хорошо играл, уже играл сильно, хотя, ну, скажем так, мне это было не очевидно еще, ну, играю, вот, все получается, тут выглядит, все хорошо, рейтинг растет, но насколько, как бы, у меня не было, как еще мысли о том, что я могу играть на самом-то уровне, но, видимо, я уже играл на этом уровне, и Каспаров, он, во-первых, он меня по школе знал, во-вторых, у него, ну, все-таки, у него уже была интуиция, шахматная и так далее, то есть, и он уже почувствовал, что я уже достаточно сильно играю, и дело в том, что была Олимпиада в Мании в 92-м году, кстати, интересный исторический факт, что это, ну, там же был Советский Союз, потом был какая-то союз, дружественный государство, как так СНГ, СНГ называла где-то город и полтора, потом вот все это Россия, да, стало, и мы, вот, как раз, это только-только вот произошло, что, и у нас, вот, мы выиграли Олимпиаду, это было первое Олимпийское золото в истории России, да, то есть, потому что у нас шахматная Олимпиада не во время обычных рейнеров, то есть, потом уже следующее было чуть-чуть позже, в 92-м, что была Олимпиада, да, где-то сегодня, не помню, что-то. Ну, мы как раз вот первое с момента образования российского спорта, да, мы выиграли первое золотое в Синдале, да, и получилось так, что там команды было 6 человек, 4 основных, 2 запасных, и, ну, конечно, имена были просто топографии все, да, то есть, Каспаров играл за команду, Карпов там не играл, потому что были противоречия, то есть, это первое, я, конечно, не попадал еще в команду никак, но получилось так, потом Артур Юсуфов был в пятерке мировых шахмат, тогда он там не смог по здоровью сыграть, Женя Бореев, который потом немного тренировал, помогал, он отказался по каким-то личным тоже причинам, и в итоге получилось так, что вот потом был Алексей Бореев, Сергей Долматов очень сильный был шахматист тогда, и, в общем, получилось одно место, одно место, где, в принципе, как бы есть, ну, то есть, гроссмейстер Евгений Свиречников претендовал, еще другим, но я, то есть, проблема в том, что мало того, что мне 16 лет, я еще и не гроссмейстер, я был мастер-фидер, даже не международный мастер, потому что у меня не было возможности просто выполнить это звание, то есть, я уже, правда, три нормы гроссмейстерские выполнил, но он не был гроссмейстером, и, конечно, когда Каспаров, он эту идею озвучил, мне потом дает, потому что я помню, что ко мне подошел старший тренер сборной России, на турнире, вот в Дортмунде, Open-Turnir я как раз выиграл, он подошел, а Каспаров играл в основном турнире там, и он сказал, вот, на закрытии, мы там не стояли, в очереди за едой, там, в шведский стол, он говорит, вот там, он вообще очень замечательный был человек, Юрий Сергеевич Разубаев, очень великий тренер, на самом деле, и, ну, очень мягкий, добрый, интеллигентный очень человек был, и шахматист сильный, очень хорошие о нем остались воспоминания, да, и он как-то подошел, и так, ну, здравствуйте, он себя видел, он со всеми на вы, общался, независимо от отчества, мне было 16, он всегда на вы тоже общался, уже в тот момент, говорит, Владимир Владимирович, вы бы не хотели сыграть на Олимпиаде за сбору, то есть, я вообще как с тарелкой стоял, и я, ну, как вообще, каким образом, я вообще даже не красмейстер, понимаете, там, в России, ну, красмейстеров, ну, 50-е, я даже не красмейстер, я говорю, ну, я не знаю, насколько серьезно, он говорит, нет, он серьезный, я поговорил с Гарри Кимовичем, он тоже хочет, но надо, он сразу сказал, что нам потребуется пробить вас, потому что непросто будет, на заседании федерации, это будет вызовет, конечно, волнук какой-то, ну, очень странное решение, но, он говорит, я, я помню, что я ответил, конечно, я сказал, Юрий Алексеевич, конечно, я готов, я только не уверен, что это правильное решение, что я, что я смогу хорошо сыграть, ну, конечно, если возьмете, конечно, сыграть. Ну, вот так как-то мы поговорили, и потом было заседание, как сейчас помню, было заседание, федерации шахмат, которые, когда вот Каспаров и старший тренер, как называют, подняли вот этот вопрос, 6-го игрока, сказали, что хотят пригласить меня, но, опять же, я вообще был бы неизвестен, я общаюсь, но тут на окон турнирах, ну, понятно, что я, то есть, рост идет, и все видно, что неплохо играют, вот так, спорная Россия, да, 16-летний мальчик, когда есть там куча именитых развеек, что это было странно, и, вот, встретил противодействие большое, и тогда, в итоге, дебаты были, что такое, что за ерунда, зачем детей брать, и Каспаров, когда он как бы встал, и он сказал, что, ну, давайте, подмое ответственность, если плохо сыграет, я, думаю, все, виноват, как-то, не знаю, что это означало, но, но, тем не менее, как-то это убедило, убедило все, я вот, под свое слово беру, ведь он очень верил в меня, да, и вот, я только оказался на Олимпиаде, вообще не понял, как, а, еще Саша Халифманков, то есть, точнейшая команда, и, ну, мы легко выиграли, на самом деле, вот они не первые с отрывом, вдруг до конца, и я там показал, как-то выдающий результат, так-то пошло, пошло, и вот там, наверное, первый раз я понял, что я могу уже играть, вот, на самом высоком уровне, я набрал 8-9, там 8-9 выиграл на ничья, на своей доске, показал лучший результат, как все Олимпиады, как и перформанс, и, да, все пошло, и уже получил, там, уже по ходу Олимпиады, как-то, во мне уже удалось мир, уже получил приглашение в супертурнии в иналисе в следующем году, и все, уже пошел, как бы, и по итогам этого турнира, Олимпиад, потом я еще этот выиграл турнир, в общем, я как-то неожиданно, на 1 января, какого года, 93-го года, да, вот, я неожиданно отглаз в десятки мировых, вот, для меня это было, как бы, как вообще, десятки, где я, и где десятки, я еще год назад играл в опен-турнирах, каких-то обычных, ну, у меня был рейтинг высокий, но я с одним шагнистом в десятки вообще не играл, и тут вдруг, я смотрю, я восьмое место в мире занимаю по рейтинге, то есть, и 17 лет, то есть, ну, да, и как-то вот, неожиданно, коп, и я уже вот так выскочил, буквально за год, за два, выскочил на самый друг уровень, и там обосновался, это на самом деле довольно сложная вещь, не только, как бы, выйти на этот уровень, но там окопаться, что называется, потому что бывало, ну, не так редко, что с древенами хорошая очень, как бы, идет период, и еще вот здесь выходит на высокий уровень, но очень трудно удержаться, да, там, потому что для того, чтобы удержаться на этом, нужен уже класс, уровень, то есть, на тураже можно выскочить, но, если у тебя не хватает уровня, рано или поздно тебя сбросят оттуда, ну, как-то мне, видимо, уже хватало уровня, и я там обосновался, вот я как вошел в десятку мировую, вот это, значит, первое января 93-го года, вот до конца карьеры я из нее не выходил, как бы, да, закончил карьеру, и через 26 лет, тоже в десятке, да, так же, ну, там внутри я и прикопался, был два раза на первое место, потому что, да, был такой памятный момент, когда, я, 96-й, кажется, вот у Каспарова, ну, у него, конечно, выдающая карьера, безусловно, один из самых великих, вообще, шахматистов в истории, и он за всю свою тарьеру, с момента, когда стал шпионом мира, он только один раз потерял первое место на этих листе, и вот как раз мне удалось его обойти, вот в 96-м году, как-то у меня пошла опять серия, очень хорошая, и неожиданно, я по телевизору, вот так, смотрю программу новостей, и, как-то свяжу, новость, новости спорта, вот вышел рейтинг-лист, на первом месте, так, вот, неплохо, я не вкусил, не знал, я помню сейчас, ну, не следил, особо, в конце концов, какая разница, первая, вторая, третья, все равно, самое главное, усиливаться в шахматы, но, тем не менее, опять же, приятно было, потом я еще раз уже, в любых годах, был первым, ну, а про когда, потом была, как бы, я уже вошел в эти, профессиональные шахматы, мой первый турнир в Леналесе, был достаточно успешным, я, ну, опять же, это было очень тяжело, то есть, я первый раз приехал в Леналес, это был, такой, шахматы, был булкун, в то время, то есть, играли все сильнейшие матисты в мире, в парах, ну, ну, там, состав был 14 человек, и из первой десятки 9 играл, то есть, не играл только Найджел Шотт, он готовился к матчу с Каспаром, это был 93-й год, они играли только матч, то есть, она все, все первые играли, то есть, Каспаров, Карпов, Тимман, то есть, был очень сильный турнир, потому что, был сплав второго поколения, очень сильного, Савлов, там, Юсупов, Каспаров, Карпов, Тимман, Боевич, то есть, ну, все, так сказать, сильные старики, для нас, когда старикищики, у меня часто, мне кажется, что они молодые, совсем не так, мне это оказалось, что старики, и подошло, вот это новое поколение, очень сильное, мы практически вошли в десятку, почти одновременно, в течение года, это, ну, Анан, Канский, Яг, Гельфон, Деванчук, Широв, Топалов, Лека, то есть, ну, если никого не забыл, 8 человек, то есть, тоже все, все очень сильные, все, как бы, играли на переста мира, в конце концов, то есть, и вот, получил состав, где половина молодых, там, я, Широв, первый раз, играли в Ленарисе, да, и вот, ну, фантастический состав, я боялся, что меня сильно там, потрепают, но, как ни странно, не потрепали, я сыграл, плюс два набрал, занял пятое место, из четырнадцати, то есть, очень хорошо, две ничьи, ничью с Каспаровым сыграл, ничью выигранную, правда, должен был выиграть, не выиграл Карпова, но, в общем, абсолютно был такой успех, в принципе, это был такой момент, когда я почувствовал, что я скрепился в десятке, то есть, потому что я все-таки ободил Олимпиада, да, все это красиво, но тут турнир, вот, совсем такой гамбург, ищет, я не, я не играл с таким количеством топ игроков, вот, подряд, со всеми, и я, мне 17 лет, хорошо, я выскочил в десятку, но еще уже это ни о чем не говорит, да, то есть, и для меня, это было очень важно, такой смотов, понять, вот, как я вот с этими грантами, на партиях которых я учился, и, скажем, которые были для меня еще буквально года два назад абсолютно недосягаемой высотой, и я вдруг с ними играю, в одном турнире, и как я буду вообще, что буду с этим делать, но, неожиданно, я просто даже почувствовал, дело не только в результате, да, еще Белявский играл, Бореев, очень сильный турнир, и я почувствовал, что я могу на разных играть, я абсолютно могу достойно с ними играть, то есть, у меня не было ощущения, самое важное, не только очки, там, если было везение какое-то, но нет, я чувствую, что абсолютно равных играли, да, и дальше, там, пошли турниры, ну, и, конечно, вверх, в принципе, много чего происходило, но, конечно, вверх, в 2000 году, матч вверх, вверх с Гарри Каспаровым, удалось выиграть, конечно, не ожидал тоже, у меня вообще так всегда происходило в жарпанной карьере, я всегда сам себя удивлял, то есть, у меня такой подход, я не совсем, скажем так, типичный спортсмен, потому что, ну, всегда говорят, надо желать выиграть обязательно, что бы то ни стало, там, не знаю, вот, проливать, победа, у меня не было никогда этого, у меня была другая мотивация, она немножко такая, может показаться странной, но, а, если она работала, значит, она, ну, если работает, то работает, потому что, я не очень спортивный человек в плане конкуренции, то есть, например, если я играл, там, в теннис, в футбол, то, честно, мне все равно, как закончить, смач, мне процессы делились, я просто люблю играть, там, выиграл, проиграл, все равно, в шахматы, конечно, не настолько все равно, но тоже, у меня не было доцикленности на результате, то есть, у меня была главная мотивация всегда, во-первых, мне нравилось, то, что я делал, мне просто игра нравится, мне интересно играть, это очень важно, все-таки тоже, вот это мне процесс нравится, иначе, я могу сказать, что вообще все билетические шахматы, если чемпионы мира, вот, вот они этим отличаются, потому что без этого, то есть, им очень нравится шахматы, им играть нравится, они анализируют с удовольствием, то есть, они любят игру, да, потому что это очень важно, шахматы, это не только, там, призы, победы, но это и большая работа тяжелая, и нервы, и очень обидное поражение, то есть, если нет вот этого, такого, да, драйва, именно ты играть в шахматы, что тебе это нравится, тебе это не любят, шахматы, очень сложно добиться решим, даже если ты невероятно талантлив, то есть, но, как бы, уж очень много приходится делать, все-таки, ну, на пути, крышлени, из-под палки, ну, то есть, сам себя, так сказать, из-под палки, да, загоняешь, потому что, тяжело иногда, но, все-таки, когда есть, вот это, когда тебе интересный, шахматы, и вот, даже Карпов сейчас тоже, иногда, если вижу, любую позицию поставить, видно, у него загораются глаза, ему интересно, он может поанализировать, то есть, ну, сейчас он давно и давно не играет, но, как бы, любовь и соприк, потому что человек любит шахматы, и, это всегда, по карьере было видно, что с большим удовольствием готов поанализировать, всегда поиграть, там, блиц, в любой момент, то есть, ну, это, это важно, это важно, да, и, в принципе, это, могу сказать, что работы много, но, не такая простая, скажем так, профессия, конкуренция высокая, но, с другой стороны, опять же, есть свои плюсы, не могу сказать, что это самая сложная профессия, тоже, я, свободный человек, ездить в больницу, ну, конечно, чем выше ты забираешься, тем сложнее становится, не только усиливаться, во-первых, конечно же, не усиливаться, во-вторых, просто удерживать, потому что постоянно много, много поколений подбирает, да, то есть, надо, скажем так, ты не можешь ослабиться ни на секунду, ты должен, так сказать, постоянно двигаться вперед, то есть, если ты перестаешь двигаться вперед, ты начинаешь, и ты назад, это точно, то есть, скажем так, ты должен очень быстро бежать, чтобы стоять на месте, потому что тебя догоняют. Люди догоняют, люди изучают шахтов, то есть должен так же делать, и если ты хочешь быть первым, и еще сверх этого что-то, еще чем-то быть лучше других. Но как минимум, если хочешь удержать свою позицию, ты не можешь просто сесть и сказать, что вов-дя, уже топ-десятый игрок, все, сейчас, так сказать, расслабляюсь, особо заниматься не буду, приезжать и играю очень быстро, тебя попросят эти десятки, потому что, ну, конкуренция всегда была высокая. Да, и вот так получилось, что этот матч сыграл, я не ожидал, честно говоря, конечно, Каспаров был величайший игрок, и для меня вот возможность сыграть этот матч, ну, во-первых, для любого шахматиста понятно, что я уже, там, топ-5 игрок, уже, уже в том момент, это был 2000 год, уже много лет я был, там, выиграл турниры, и не раз, топ-турниры, и уж все, конечно, хорошо, так сказать, жизнь удалась, просто, карьера удалась, но попробовать себя в матче на турнире, и особенно именно с такими игроками, да, вот, вот, не только матч на турнире, но просто, но это вот, да, Каспаров, то еще, кого еще можно пожелать, ну, разве что Фишер, может быть, да, или так, Капогланка, ну, в разные эпохи живем, но понятно, что это вот, вот, я воспринял этот матч, как такая возможность, говоря опять, возвращаясь в мою мотивацию, это, возможно, то есть, я всегда любил самое тяжелое испытание, да, вот, шахмат, то есть, максимально, чтобы было сложно, вот, то есть, для меня очень важна такая внутренняя мотивация, это понять, на что я способен, могу ли я, а вот могу ли еще это сделать, а вот, одно, не смогу, не смогу, у меня очень простой подход, ну, значит, недостаточно хорош, то есть, почему я должен быть лучше всех, ну, я не считаю, что кто-то изначально должен быть лучше всех, ну, всегда, чемпион мира один, да, или, там, первые игрок мира, если даже, я считаю, что даже пятый, это шикарный, очень большой достижение, поэтому у меня не было такой вот идеи, обязательно быть первым, но для меня было очень важно понять, чего я стою в шахматах, потому что, ну, по гамбургскому счету, то есть, вот, это как в арху своя бумажка, я играю в матч с Каспаром, 16 партий, в турнире, даже в очень сильном турнире, там всегда можно как-то там аккуратненько ничью делами, там, с Каспаром, с Карповым, а где-то там послабее кого-то обыграть, и, глядишь, ты там, стройки заканчиваешь, да, здесь, ну, ты не убежишь никуда уже, ты уже никуда не убежишь, вот, у тебя каждая партия с великим шахматистом, который очень мотивирован, очень подготовлен, вот, на своем пике, как раз, когда я с ним играл, мне был максимальный рейтинг в его карьере, то есть, и вот тут ты, у меня, для меня это было, вот, Макс, очень, ну, мне это придавало, так сказать, силы, придавало желание работать, потому что я понимал, и я не знал, чем ожидать, потому что, опять же, да, я с ним играл достаточно успешно в турнирах, у нас был равный счет личных встреч, поэтому много играли, но, то есть, я был неудобным для него соперником всегда, в принципе, Гарри Константин обыгрывал, да, очень убедительно, в целом, конкурентов главных, Ананду, там, Шировой, да, со мной как-то у меня не очень шло, что, конечно, было позитивный момент, это все-таки тоже важная именно такая составляющая психологически, то есть, как-то мне тяжело со мной что-то играть, но одно дело, в турнирах ты играешь, я понимаю, что Каспарсон известен своей подготовкой, там, он будет готовиться полгода просто ко мне, изучить там досконально, и вот я выйду, и вот смогу ли я, что я смогу в этом противостоянии, честно говоря, ну, понятно, что я хотел выиграть, даже мысли особо, я не думал слишком сильно об этом, я просто хотел показать свой максимум, вот, для себя, мне интересно было себе понять, на что я откажусь, да, то есть, могу ли я бороться, ну, то есть, может быть, я буду, скажем, проиграем матч, но в борьбе, такой-нибудь, да, в борьбе, то есть, значит, что, как, а может быть, может быть, меня разгромит просто абсолютно, да, я тоже не исключал этот вариант, то есть, я первый матч, наконец-то, не играл в такие длинные матчи, когда человек специально тебе готовит, то есть, тем более, не просто человек, когда ребенок спалит, да, то есть, я думаю, что это тоже возможный вариант, то есть, ну, я думаю, что, может быть, и выигрывать тоже, тоже может быть, но так или иначе, для меня было важно, вот, я выложился и в подготовке во всем, это была очень большая мотивация, но мне, и опять же говорю, не для того, чтобы обязательно выиграть, а вот, скажем так, у меня была такая идея в голове, что я должен знать для себя, что я показал все, на что способен в этом матче, да, и если этого недостаточно, ну, нормально, ну, Каспажин, нормально же, это недостаточно, но я бы не хотел, вот, когда самое неприятное будет это потом, там, через много лет, потом думать, а я же вообще-то мог, вот, я проиграл всего одну очко, где-то недоработал, где-то разъединяйничал, вообще говоря, да, вот, чтобы этого не было, что я понимал, что я выложился, вот, проиграл, проиграл, все, значит, я слабею, и это нормально, ну, ничего страшного, да, и неожиданно для себя, вот, наверное, такой подход, он мой, и кому-то, наверное, большинству спортсменов, он не подойдет, но для меня это, вот, это был правильный подход, я это уже понял, помню, и, и главное, что он естественный, знаете, нельзя свою мотивацию, свою философию, шахмат, это ее жизнь, наверное, тоже искусственное делать, да, у кого-то перенять, она должна быть естественной, то есть, я пробовал, вот, как бы, вот эту мотивацию игры на результат, у меня никогда не получалось, если я начинал зацикливаться, вот именно играл, чтобы выиграть, не получалось никогда, я, по крайней мере, по крайней мере, это уже не мое, потому что вот всех, может быть, 90% людей, они только так играют, но я так не могу, у меня своя какая-то, и, да, и, ну, неожиданно оказалось, что, да, удалось выиграть матчу Каспарова, ну, одна из, одна из, так сказать, новшеств тогда, которая до сих пор, в принципе, считается основным, третий шаг, вот это вот я реалинировал, так сказать, безвинский вариант испанской партии, который, это было, конечно, очень не болезло Каспарова, потому что я сам не понимал, насколько, как, глобальное открытие, скажем так, но могу сказать, что сейчас прошло уже 24 года почти, а этот матч, это до сих пор, в принципе, основной дебют сейчас считает, он считался не, ну, таким, каким-то богатым, не очень удачным, очень, не таким массивным, в оборону, но я как-то почувствовал, что ресурс в нем больше, чем, как бы все считали до этого, и вот сейчас могу сказать, что это было забавно, скорее, потому что, конечно, этот вопрос интуиции угадал отчасти, да, угадал, что такое, нашел такое очень сильное оружие вот на тот момент и практически не начал нейтрализовывать белый цвет Каспарова, и, то есть, по сути дела, конечно, это, наверное, это не реализовано, типа нет, на победе в матче, что не удалось нейтрализовать, чего не удавалось никому до этого в матче с ответственностью Каспарова, и вот предметский вариант, да, потом, просто маленькая история уже, И-4, И-5, да, я тогда играл в другие дни, ну, специально в маленьких партнерсовых условиях фонда 5, испанская пластика, и конец 6, у меня А-6, а конец 6, ну, то есть, я скажу, это было что-то совсем новое, но, конечно, все играли А-6, как основная испанская фонда 6, ну, как, кстати, мы играли в одной или даже две партнерсовых условиях, ну, да, когда А-6 считался не очень неудачным входом, и из-за вот этого речи, который возникает после рокировки, в коем-нибудь D-4, D-4, это основная история, я считаю, что тут какой-то такой вход сильнейший считается, именно в этом И-кей не включает А-6 в А-6, потому что, когда включается, нет этого входа, а здесь есть фокус, нападает на этого коня, очень странная такая остановка, взяли-взяли, приехал, конец 5, и переходим на Э-кей, это D-8, это D-8, это D-8, и он всегда считался очень неприятным для черных, это такая вот тяжелая база ничью, а так, как и всегда считалось, ну, я как-то начал, почувствовал, что ситуация не должна быть такой плохой для черных, и что, на самом деле, это точно не такой беспросветный, каким его считать. Ну, и сейчас, это сейчас, да, вот я общую историю, то, что в 2017 году была создана эта программа «Альфа-Зерва», я не знаю, если вы слышали, на основе искусственного интеллекта, «Альфа-Зерва», «Анна сильнейшая в мире», «Альфа-Зерва», сейчас была первая в мире программа «Почему Альфа-Зерва», потому что «Зерва» — это ноль знаний, то есть туда не вложили ничего вообще, то есть там нейронная сеть, это именно на основе машинного обучения, нейронная сеть вы создали и только правила играли в шахты, ничего, кого играли, ни одной партии вообще нет, даже что ферзь там сильнее, чем пешки, ничего этого делать. И он начинает играть, и он начинает учиться, то есть играет очень много партий, быстро очень играет, и сам, ну это вот сфера искусственного интеллекта, то есть начинает понимать, почему он проигрывает, потихонечку догадываться, и вот он практически за сутки он доходит, вот он играет около 40 миллионов партий, что ли, за это время сам собой, и доходит до уровня вот, ну, скажем, которого не было еще в истории шахта, то есть там выигрывает не только, конечно, всех людей, но и все остальные, которые, да, эта программа «Фазера» известна, но, правда, она, проект особо не развивается, то есть он не пытается еще усилить, и если вообще можно усилить, то он сам не проигрывает, здесь ничьи и выигрывает. Так вот, он в какой-то момент, учитывая, что у него нет никаких знаний, то есть он в процессе вот этих двадцати, там, с чем-то часов, когда он, то есть он играет и играет, у него выходят вот разные дебюты на первый план, то есть он считает вот этот дебют сильнейший, потом следующий дебют, и в итоге в конце всей этой эпопеи, там, двадцать четыре часа абсолютно, он в итоге свой табель оранжес дебютный выстраивает, вот на каждый ход, такой ход сильнейший и так далее, по его мнению. Ну, его мнение, конечно, авторитетно, прямо скажем, потому что уж пока никто в истории шагов еще так с кем-то играл близится. И вот, как ни странно, у него на первом месте стоит этот бедвинский вариант, то есть после этих сорока миллионов партий, он решил, что это самая лучшая защита за черным, как бы, из всех возможностей. То есть, и, конечно, это немножко забавно, так что, ну, вот, он наконец-то понял, а я еще двадцать лет назад, не, ну, я не понимал на самом деле, я, не, я понимал, что это не так плохо, но не думал, что настолько сильно, сейчас это, ну, в репертуаре абсолютно все, в дальнейшем партии страны, это тут есть за черным, то есть это считается очень надежной и хорошей защитой. И вот получилось так, что Парфаров, он, как-то, уперся в стенку, то есть это был наш момент новый абсолютно, понять было очень сложно, насколько это все серьезно. И он убился, бился в эту стену, он и так и не смог, в общем-то, ни разу, он даже не выиграл ни одной партии, а я белыми наперал, как бы белым цветом, и все-таки пару раз он зацепил пару партий, и от черным его, он просто не смог прорвать эту стену, он несколько раз шел в ЭТ-4, и каждый раз получалось вещь, он добил, он, как бы, конечно же, пытался играть на выигрыш, но не получилось ни разу, и вот получилось так, что на тот момент, это был второй всего матч на 500 миров, он в истории шахтных, когда чемпион мира не смог выиграть ни одной партии за матч, то есть первым был, по-моему, Ласка Капабланде, Ласка, который играл Капабланде, с тех пор, ну, во всех матчах, например, хотя бы одну партию выиграл, не выиграл ни одной, я две партии выиграл, и 15 ничьих, и вот удалось стать чемпионом мира, ну, потом много всего происходило, конечно же, так можно долго еще рассказывать, ну, конечно, это была, наверное, такая вершина, потому что чемпионов мира не так много за всю историю шахмат, ну, у нас, ну, скажем, 17 на данный момент, да, за первый матч на 500 миров был полтора века назад, то есть у нас давно уже только официальный, не так много было чемпионов мира, конечно, поэтому понятно, что, как бы, если ты стал чемпионом мира, ну, это не отменяет дальнейших каких-то амбиций, дальнейших результатов, каких-то целей, да и просто в шахмат интересно играть, но понятно, что все, уже ты добился всего, чего можно было добиться, ну, так я, а сейчас, потом я в какой-то момент закончил врачах, вот, в 43-м не было, ну, дело в том, что тяжеловато становится, сгадали, нет, ну, скажем, я пока еще могу, даже сейчас, у меня уже 48, ну, как бы, кажется, классно остается, и какой-то уровень, ну, достаточно высокий я могу держать даже сейчас, но бороться уже за первые, за самые первые места, там, на чемпионов мира уже, конечно, сложно, после 40, потому что очень энергозатратная шахмата высокого уровня требует колоссальный объем энергии, здоровья и погруженности полной в это дело, и, ну, с годами, знаю, ну, у меня просто элементарно не хватает сил, что называется, для того, чтобы держать высочайший уровень концентрации, вот, там, по 6 часов каждый день, каждый день, каждый день, каждый день, то есть, ну, просто, ну, начинаются сбои, какие-то новые ошибки, потому что уровень концентрации высокий, и, ну, и мотивация уже немножко не так, там, семья, дети, когда, то есть, ну, я решил, когда я почувствовал, что уже тяжело, еще буквально за пару лет до того, как я завершил шаг, вот, я чуть не вышел на первое место в рейтинг листке, вот, уже, я набрал одну карту выбрать, я обгонял Карлсона, но, к сожалению, не проиграл, если играл резко на выигрыш, ничей не хватало, ну, он, башьел играла, я черный, если вы играл, я обгонял Карлсона, он ходил снова на первое место в рейтинг листке, то есть, я еще мог играть хорошо, но, в какой-то, значит, чувствую, что уже сил просто не хватает, и быть просто, там, десятым, двадцатым, ну, то есть, это тоже хорошо, но мне как-то показалось, что это не так уже интересно, а первым уже тяжело, я чуть первым, вторым, третьим, у меня уже чуть просто сил физически не хватает, поэтому, ну, занялся разными вещами, сейчас, вот, занимаюсь и, там, такими вещами в сфере искусственного интеллекта, и, в том числе, тренирую, ну, вот, иногда поигрываю, вот, приехал, иногда поиграет больше такие, больше быстрые шахматы в лиц, и такие показательные выступления, или, как бы, шахматисты, который мне симпатичный, вот, как Андрей, то есть, была ему большой карьерой, и, наверное, ему тоже полезно будет поиграть со мной, это, все-таки, другое поколение, немножко другое восприятие, шахмат почувствует тоже, мы тоже что-то умели, да, и почувствует, что это такое, вот, как мы играем шахматы, да, мы немножко по-другому, наверное, играем, но тоже вроде неплохо, и, поэтому, с удовольствием приехал сюда, надеюсь, что большое будущее будет у Андрея, а, да, то есть, ну, как-то так сейчас живу, вот так примерно рассказал, ну, и, наверное, вопросы какие-то, да, подробности, подробности. Владимир Владимирович, а вот третья партия, вот вы как-то собирали ладья Е3, ладья Д3, вы в качестве пожертвовали, ну, сон там же плохой, на Д4 был чернохольный, у вас были другие идеи? Ну, вот, это третья партия Рокмида, это первый день, последняя партия, первого игрового дня. Нет, ну, я, я, я цветнул, я просто, да, была партия, я просто, мне кажется, что я двигаю, я не увидел там ладья Швой, так как это была такая, ну, это нормально, ну, во-первых, быстрые шахматы, ну, он не так просто, сейчас в божестве играть, ну, надо, с тем более третья партия, это действительно сложно уже играть, ты встаешь, не на дуроке, да, поэтому, да, и мне казалось, что у меня сильная инициатива была, в какой-то момент, а здесь я была, какая-то такая, почему, ну, она очень, не сбалансирована, динамичная, очень сложно ее оценить, то есть, много, так же, безусловно, мне казалось, что у меня на липу, довольно деспективная, но получилось так, что я, только сидел, вот в этой позиции, разъем, вы, 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 стресс-падер, король нажарится, я ещё просто, владяный и вы, да, никакая проблема в страну, этот политик, потому что там что-то хорошо, и пропустил, мне кажется, да, что брать должен, на лазере 4. Во-первых, там есть шахта, если бы не было такое, просто терпел, не знаю, намечал какой-нибудь, да, но уже я подумал, что я выйду, ну, не то, что выйду, но уж это очень опасно, как минимум, что я напал на лазерею, так взял, и мне кажется, что единственный опыт, вот такой вот, так защищает лона, ну, и тут, точно сказать, непонятная ситуация, может быть, даже я могу напасть на ладью и скажем, что это такой исход, например, и даже как G4, например, там ладья, она где-то стоит, вау, я могу ее попасть, то есть очень все непонятно, особенно когда мало времени, и я как-то, ну, я почитал, что если он отходит королем, то я беру на G5, взял, взял, и висит ладья, и висит мат на G7, то есть я беру ладью, и у меня много фишек, и неожиданно для себя, потому что пароль может зайти на G8, уже когда это вот сыграно, потому что если вот G8, то это вот не очень хорошее. Так, так сказать, новости у тебя не самые позитивные, потому что оказалось, что я… Дело в том, что у G8 также часто, когда ты не успеваешь считать особо вариантом, ты часто по неким стандартам действуешь, и как-то по стандарту король сюда должен идти, потому что здесь при случае могут попасть под диагноз слона, и когда ты быстро считаешь варианты, ты все не успеваешь, я буду прочитать, вот ты считаешь, что самое естественное, и вот другой я считал так, а тогда есть вот этот G5, а вот то, что есть такое, вот, и теперь я не увидел недалекающего ресурса, что после размены, размены, что что-то, ну, это чуть-чуть, вот поэтому король должен быть здесь стоять. И еще, конечно, стоял бы ладья в другом месте, здесь был очень сильный ресурс G6, он бы скрывался, и все было бы совсем неясно, но, к сожалению, ладья стоит еще. И, да, я просто не успеваю даже, проблема в том, что я не успеваю, что на самом деле все, даже несмотря на большой материальный переезд, если бы мне только успеть как-то так поставить, то все было бы еще не так просто, потому что, ну, в Азе немножко втешками что-то двигается, ну, наверное, лучше бы не так все просто. Я не успеваю даже этого поставить, потому что, к сожалению, как я там сыграл, я даже не помню, что-то так сыграл. В общем, я не успел, еще раз как-то напали, и так пошли. И я не могу решить бедность, потому что на Азе 4 я не успеваю поставить акцию, вот, забрать на связку. Ну, и тут уже тройки. Ну, в общем, нормальная, сложная партия. В принципе, естественно, что очень трудно. В дело в том, что, когда уже из контакта пойдет игра, то довольно естественно, что ошибки какие-то особенные, когда мало времени. Плюс, опять же, для меня немножко тяжеловато уже играть с дейтюр-пластерами. Уже сил поменьше, и, естественно, это ошибка. Но Андрей хорошо ее играл. И в какой-то момент, наверное, у меня был предевес определенный, но хорошо играл, и еще сам это в общем-то было бы хотел. Андрей Борисович, скажите, пожалуйста, вы как чемпион мира. Какой видите оптимальную систему определения чемпиона мира на данном уровне? Ну, как вам кажется, на ваш личном уровне? Да я не знаю, мне кажется, оптимальной нет вообще системы. Ведь во всех видов спорта своя система. Мне кажется, что все-таки надо сохранять матчи просто не потому, что там правильно-неправильно, такого нет, это просто выгодно. шахматам, потому что мы все-таки шахматы чем вот привлекательные для людей? Ну, в первую очередь, даже если на улице просто кого-то остановить и вот поспрашивать о шахматах, ну, люди, ну, человек чуть-чуть что-то слышал, он не играется в шахматы. Ну, для людей же это Карпов, Каспаров там, Спасский Фишер, не знаю. То есть, вот матч на «Перенство мира» это все-таки, это вот такая вещь, которая становится неким, ну, таким культурно-историческим событием в истории, в принципе, да? Ну, небольших, конечно, они нет, но все-таки. То есть, это выходит за пределы шахматов еще, чемпионат мира по шахматам. Поэтому, мне кажется, очень многие люди, они начали играть в шахматы, увлеклись шахматами именно из-за, вот я слышал из моих знакомых, вот с момента, когда они, вот, случайно, вот, не знаю, Спасский Фишер играли в паркетах, американцы мне говорят, что вот я вообще шахматами играл, и вот как бы увлекся с этим, да? То есть, мне кажется, очень важно, у нас история только официальных «Перенство мира» уже 150 лет. Ну, я не знаю, может, ни в одном даже виде спорта такого нет, да? Такой длинной истории официальных розыбишек. Поэтому, мне кажется, разбивать это, начинать что-то современное делать, ну, скажем, возможно, но очень опасно. То есть, мы можем вот эту историю всю выбросить, да? То есть, что все-таки, ну, если… Мне кажется, это наш шахматист, для шахматистов, для шахмата мира, это наш большой космин. Это история, вот то, что мы, как бы, некая такая часть цивилизации, если хотите, да, часть… И если мы сделаем что-то другое, там, какой-то турнир, укоротим контроль совсем или как-то по-другому, ну, мы, безусловно, что-то потеряем. Что и быстрее отлетём или нет, трудно сказать, надо считать. Но я бы, по крайней мере, относился бы очень, скажем, к моё дело, поэтому вот сейчас уже я поэтому не думал об этом уж так. Если бы я решал, я бы серьёзно это думал. Но я бы очень, очень осторожно относился к изменениям таким кардинальным розчистое мира, потому что вся эта история, это наша… Мне кажется, что шахматы… Большая популярность шахмат, в том числе, и, может, даже, в первую очередь, именно из-за этого, да, из-за того, что, вот, как бы, Капов, Каспаров, Мальчик, я помню, все прописки. Да, а вот мы, например, разыгрывали турниры, иногда, чемпионство. Ну, не особо, если помните, кто помнит, кто выиграл в 2007 году или, там, или, не знаю, 2005 турнир, а был чемпионовым фондом, поэтому такой вопрос сложен. Спасибо. Владимир Борисович, у моей дочери три коротеньких вопроса к вам. Пожалуйста. Она записала их и стесняется прочитать. Ну, давайте. Здравствуйте, Владимир Борисович. Скажите ваше мнение, можно занесить шахматы в официальный олимпийский игр? Да, ну, 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 в принципе, почему бы и нет. Скажем, я не думаю, что это что-то сильно поменяет. Ну, почему бы и нет? То есть я просто знаю, что шахматы пытались продвинуться по литисней, но были моменты, когда уже были близки, потом как-то, вроде бы, немножко от этого пошли. Может, когда-нибудь и будут. Но я не думаю, что это сильно поменяет на шахматы. Будут, хорошо, нет. Я думаю, что мы тоже не живем. А какая самая основная проблема в офлайн-шахмах? Ну, онлайн, это может быть читерство, а в офлайн-новарис для таких живых шахмах самая главная проблема? Ну, проблема, во-первых, та же тоже есть проблема. Во-вторых, проблема в том, что все больше и больше нравится многим это и дешевле и проще онлайн устраивать. То есть турниров, конечно, поменьше стало сейчас. Особенно после пандемии, конечно, турниров поменьше стало. А все-таки онлайн по разным причинам все-таки не заменят даже никогда в офлайн. Потому что, опять же, это вопрос посмотреть живой. Ну, это атмосфера турнира. Турниры – это люди, которые… Ну, совсем другое дело. Я смотрел на матчи со спорткар, в общем, а маленький. Ну, это другое место, да? Смотреть онлайн – нет, тоже хорошо и полезно, и отлично. Но ничего все-таки не заменит, когда ты видишь вживую людей, как они играют, как они думают, как они надвигаются. Ну, немножко, на мой взгляд, может, нет параметичек, но я все-таки считаю, что это намного интереснее. Ну, а так, проблема, я думаю, какая-то. Вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, прежде всего, я хотел бы передать привет аудитории «Шахт-постойный» из Южной Кореи. Дмитрий Границ – пересек московский жеремень. Вот, и здесь, в Сюрии, я, кстати, обходил очень много магазинов и не нашел литературы на корейском эсклипе. Двух книг. Первый книг Капогланки, по-моему, 19-го года рождения. Вторая книга Каспарова, которая была свойством на английский в лотане издана, потом ее перевели на корейский эсклип. Вопрос у меня такого плана. Сейчас в Корее очень много наших подростков, которые хотят заниматься «Шахт-постойным». Это то, что в Южной Корее очень слабая «Шахт-постойная федерация». Как у вас голда. Нет, 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 «Шахт-постойный». Шахт-постойный, да. И вот девочки даже в разряде «слабые» или «средний» калинат-постера, они ценятся очень-очень высоко. И вот наши подростки сейчас переживают второй бум по желанию играть и выигрывать. Вопрос возникает следующий. Я уже услышал ваше мнение по поводу онлайн матчей, онлайн турниров. Ну вот школьные шахматы и шахматы клубные. Где вы видите больше перспективы? Дело в том, что я преподаю и в школах русской и в клубах, в том числе на английском языке. Спасибо. Ну, вы знаете, во-первых, конечно, сейчас легче стало получать знания, потому что в интернете достаточно много хороших материалов. И есть приложения какие-то для детей разных уровней. Это, конечно, большое подспорье. Сейчас, опять, могу сказать, что мы недавно выпустили вместе с казахскими ребятами. Приложение сейчас следует создавать, кстати, можно тоже использовать. Оно, кстати, очень хорошо идет, прорабатывается. Мы даже делаем. То есть можно целый класс собирать там. То есть там задачи, материалы, видео и так далее. То есть такие материалы есть. Но что касается школьных шахматы, это отлично. Но все-таки это первая фаза, да? Это скорее, ну, там, с шести до восьми лет, обычно до девяти. То есть научить привить любую шахматам детям – это немножко разно. Глупные – это уже скорее дети, которым это понравилось и хотят уже заниматься там более серьезно или просто вообще нравится. Да, вот решили продолжить. Ну, то есть немножко другое. Я думаю, и то, и то хорошо, но, конечно, для ребенка… Онлайн-шахматы, мне кажется, не могут быть. Игра онлайн на данный момент, она не может полностью заменить. Просто потому что по той же проблеме Китуля говорил, что ты никогда не знаешь, с кем ты играешь. С человеком, с компьютером. И это может быть довольно неприятно, да? Если человек играет честно, ребенок, и он все время начинает проигрывать. И на самом деле, могут начаться комплексы, что он еще не умеет. На самом деле, просто какие-то другие дети, может быть, с компьютером играли, да? Или нет шансов. То есть это все, конечно, желательно играть. То есть, чтобы узнать реальную силу игрока, желательно, конечно, играть один на один. И шахматный клуб – это вообще очень хорошее дело. Во-первых, дети общаются, там кто-то другого. Во-вторых, ничто, опять же, не заменит. Вообще, я нужен иностранник. Я вообще рад, что вы занимаетесь этим, потому что нужен человек, который педагог. А с вами сходить референцию можно? Нет. Идет вопрос. Здравствуйте, Владимир Борисович. Скажите, пожалуйста, как правильно готовиться к инстаграму? Просто иногда получается, что иногда можно хорошо думать, а иногда не получается думать. Играешь плохо. Ну, это и на нашем уровне то же самое. Ну, точнее, никогда. А если бы это можно было гарантировать, то все были в лучшей форме подходящей. Ну, а как вы готовитесь к турнирам? Ну, сейчас я уже, особо не говоря, сейчас я мало играю уже. Но, в принципе, у каждого какой-то свой метод. То есть, понятно, что есть общие вещи, как готовиться к турнирам. Но самое главное – это со временем, конечно, не сразу, но надо понять себя. То есть, надо понять, что тебе лично подходит. Потому что просто работа, конечно, есть общая базовая вещь. Но в какой-то момент каждый человек, он все-таки особенный по-своему. Немножко должен его… Для того, чтобы показать максимум, на что человек способен, кому-то нужно одно, кому-то не нужно другое. То есть, поэтому я, честно скажу, нет совсем универсального совета. То есть, вот я говорю, что мне, например, настраиваются… Какие-то шахматисты, они вообще не понимают, как я играю, чтобы выиграть. У меня этого не было. У меня, наоборот, когда я играл, чтобы выиграть, у меня не получалось. То есть, надо себя понять. Это вообще самое важное. И в шахматах, и не только. Это, в первую очередь, себя понять. Все пытаются думать о том, чтобы понять соперника. Это, конечно, тоже не плохо. Но, в первую очередь, надо очень хорошо себя чувствовать, понимать, что тебе подходит, что не подходит. То есть, на самом деле, очень важное качество и в шахматах высокого уровня тоже – это, скажем так, адекватность восприятия себя. То есть, отлично понимать свои слабые места, свои сильные места и не пытаться себя убедить в том, что мне просто не повезло. Или, там, здесь я, на самом деле, сильно играю просто. Нет, ну, у всех шахматистов есть более слабые места, есть более сильные места. Но, как бы, работаешь над ними, но все равно иногда не удается до конца покрыть какие-то слабости свои. Но надо четко понимать, понимать четко, что, ну, ты такой, какой есть. И потом ты уже соперников понимаешь, и ты следишь, очень важно в процессе следить за собой, следить за своими реакциями. Анализировать, постоянно анализировать, что у тебя не получили. Этот турнир у тебя не получился, а вот следующий турнир получился. И ты думаешь, почему, что, 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 в чем разница. И ты начинаешь замечать какие-то закономерности некоторые, да, вот, в этом турнире, вот, там, рядом был, там, какой-то человек, вот, мне вообще комфортно было. Об этом, или, наоборот, вот, там, были люди, компания, у меня там концентрация попадала. Вот здесь, я там, не знаю, вставал рано, и что-то уже вставал, или на дорогу. В общем, постоянно, постоянно следить, следить и чувствовать, то есть, смотреть, что получается, что нет. И, значит, когда ты понимаешь, что-то получается, ты уже отметил, и делаешь так постоянно. Ну, универсального совсем рецепта нету. К сожалению, я, скорее, к счастью, потому что, иначе, все будут играть в идеальном шансе. Есть книги вы читали пока? Ну, я читал много книг, но тогда очень, это было очень давно. Сейчас уже много новых книг дали книг, в принципе, и хороших книг достаточно. Ну, то есть, на самом деле, книжки, скажем, их мало в хороших процентном отношении. То есть, конечно, выпускает очень много, и небольшой процент книжки, которая действительно хорошая. Но в количественном отношении всегда нужно найти достаточно хороших книг. Поэтому, наверное, это нужно более, так сказать, современным тренерам, особенно для детей, книжки какие-то. Ну, для игрок более-менее профессионального уровня есть очень простой критерий от книги, в частности. Для меня всегда был, ну, иногда бывает, что не очень сильный шахматист может очень хорошую книгу написать. Но, вообще-то, если обычно, если это автор, Каспаров, Гельсон, там, не знаю, да, тот игрок, это точно будет хорошая книга. То есть, насколько там кто больше вложился в неё, это уже другой. Но очень важно, как и не только в шахматах, в принципе, информации сейчас очень много в нас входит. И очень важно фильтровать информацию, ну, как бы не загрязнять свою голову информацией, в том числе и шахматной, которая вредна, да, или не полезна. То есть, поэтому отбирайте, ну, читайте всё подряд, все шахматные книжки, но если не знаете, что, вот вы точно возьмите известного шахматиста. Ну, он сильный шахматист, он ерунду не напишет, да, он может немножко поверхности написать, но это всё равно будет хороший уровень, потому что он иначе бы не смог играть. Поэтому вот такой совет я могу дать. А вот при Немцовича пороха? Немцовича неплохая книга, она немножко устарела уже, но, мол, она неплохая, да, неплохая. Я советую, да, таки почитать можно. Владимир Борисович, можно вопрос задать такого плана? Как бы, может, есть ли какие-нибудь универсальные рецепты для психологической подготовки трудов мира? У них во время турнира есть и происходят какие-то неудачи? Если, допустим, турнир разворачивается, они по плану, которые будут, вот, и как с этим справляться? Ну, теоретически есть, а практически у всех и такие проблемы возникают, и у игроков тоже. Конечно, тяжело, играть тяжелее, когда турнир не очень получается. Что касается подготовки психологической, ну, вы знаете, опять же, я уже говорил, что есть разные подходы, но, в целом, такие основные, основные, чему надо учиться, конечно, и, на самом деле, шахматист, он с годами, кроме того, что он совершенствуется в игре, конечно, он становится более устойчивым психологически и так далее и тому подобное, но для этого нужно проиграть какую-то часть партии, где не сможешь, пока ты не проживаешь, то есть нормально, у тебя будет очень обидное поражение, и ты вот потихонечку, как бы, да, как-то уже записывал, как убитый, ну, то есть, дает потихонечку, как бы, вот эту устойчивость, а она, без нее ни один талант не сможет, ну, потому что действительно надо быть устойчивым вообще-то. Карьера длинная, много будет поражений и каких-то досадных упущений, надо как-то спокойно относительно к этому относиться, но при этом тоже не слишком спокойно, потому что все равно тоже будет. То есть, это везде вот этот баланс, золотой баланс, надо находить, но у каждого он немножко свой, но, в принципе, да, то есть тут надо, конечно, такая, это долгая тема, есть несколько вещей, которые в юном возрасте у меня тоже, ну, одинаково, одинаково неправильно делается. И, но с другой стороны, знаете, я вот подумал, что, скорее всего, надо самому пройти через это, я, то есть, опять же, не в формате ответа на вопрос, но иногда рассказывают, как нужно делать, но одно дело, кто-то тебе это скажет, другое дело, когда ты сам, сам через это пройдешь, но, конечно, это мучается, это долгий, долгий путь, долгий путь довольно, то есть надо, чтобы кто-то подсказывал, но, к сожалению, не получится так, что кто-то рассказал, просто все моменты и все, парень вышел или девочка, и все, все делает правильно, ну, не получается так, было бы все очень просто, если так было. Мне тоже многое говорили, полезных вещей и все, я все равно ошибался, все равно на своем опыте, но, я говорю, самое очень важное, как-то анализировать, анализировать как бы себя, постоянно ты сыграл турнир, каждый сыграл порой, ты должен постоянно речь только почему, что здесь, то есть, и быть очень честным, вот здесь я там потерял концентрацию, здесь я реально просто боялся проиграть и начал зажиматься, то есть, вот, очень честно все проходить и потихонечку, как бы, исправлять, ну, желательно с хорошим настроем. Спасибо. А можно с вами начать? Вопрос в том, что в каких-то ситуациях не в четыре, а в каких-то нет. Можно я уже задам? Уважаемый Владимир Борисович, смотрите, в государственном стандарте по виду спорта шахматы прописано ведущее физическое качество, выносливость. Ну и вы уже сказали, вы сами играли по 4-6 часов, да, вот, мы гроссмейстеры всегда так играют. Скажите, пожалуйста, как вы у себя лично вырабатывали это качество и что вы посоветуете молодым шахматистам? Нужно ли заниматься физической культурой и как, может быть, вы плавали? Ну, нет, это, кстати, интересно. Вопрос, да, заниматься нужно, но потому что у нас выносливость немножко другая. В шахматах она, это психическое выносливость, это немножко разная вещь. То есть, как бы, я так же себя это определил, то есть запасы психической энергии, потому что, на самом деле, очень много, как бы, энергии отдаешь ментальной, да. Даже не столько физически, физически все тоже нужна, потому что это позволяет держать уровень концентрации на длительном промежутке, и поэтому она тоже очень важна. Да, я плавал, там, и бегал, и так далее. Но самое главное, это вот эта ментальная энергия, то есть, я не знаю, как это назвать более правильно, но вот это, то есть, когда ты можешь 6 часов творить, да, то есть не просто, то есть у тебя голова, голова как бы работает, голова творит. И ты держишь эту концентрацию, и вот тут выносливость очень важна. Это можно развить у себя, вот как-то? Вы знаете, развить, нет, я думаю, что не совсем, скажем так, человек, у которого она есть, она, она, в принципе, он наверху выходит. То есть зависит от типа нервной системы, да? Кому-то служимо быть шахматистом. Нет, шахматисты могут быть, просто самое лучшее, у них очень нервная система такая, стойкая, да, то есть именно вот эта психическая выносливость, вот, да, или как называть, психическая энергия, она довольно, то есть человек может длительно, очень долго под напряжением находиться. Но это, кстати, ты не узнаешь, что у какого-то возраста, когда ребенок маленький, это может быть обманчиво, то есть ребенок может быть очень подвижный, и концентрация, да, в реальности он, когда вырастает, у него очень... То есть, и даже от характера не зависит. Вот Гарри Каспаров, например, был очень, ну, когда играл в шахматы, он был очень таким эмоциональным, очень таким горячим человеком, да, то есть даже импульсивным отчасти, но с высочайшим уровнем вот этой психической энергии. При всей его вот такой, как бы, казалось бы, порывистости, и он мог очень долго вот держать, держать подвижение нервное, да, то есть вот, ну, это, а я, например, у меня тоже самое было, то есть я тоже очень выносливый, вот именно в этом плане, но с другого характера. Я более такой спокойный, энергический, даже дигматичный, но тоже вот именно нервная система, то есть вот здесь немножко есть разница с выносливостью физической, но физическая тоже важна, тоже важна. Но для шахмат, ну, это просто как держать некий уровень такой, да, подготовки, чтобы просто не уставать из-за усталости. Ну, и там есть какие-то еще метки, какие-то еще советы просто о диетологии, там, допустим, вода, если паска длинная, надо в какой-то момент чуть-чуть перекусывать, потому что работа мозга идет, сахар очень много забирает, глюкоза, и в какой-то момент теряешь концентрацию, то есть нужно постоянно чуть-чуть, там, раз в час, кусочек шоколадки, фрукты какой-то, то есть чтобы у тебя пополнялась глюкоза, ну, это такие технические вещи. Спасибо. Но, в принципе, да, вот как развить эту психологическую или психическую энергию и выносливость, это сложный вопрос, не знаю, может быть, есть методы, но вообще повезло, если она изначально уже норма. Спасибо. Можете спросить, вы видите, а у вас шахматы одушевленные или просто интересно, что это у игрок? Одушевленными нет, но для меня это такая, скажем, ну, интересная игра. Знаете, шахматы, это как я потом подумал, это как медитация, по сути дела, да, то есть ты, просто я часто замечал, когда ты играешь в шахматы, ты уходишь в этот процесс и в 5 часов пролететь, вот, практически не знаю, что ты где-то в медитации находился, то есть ты сел за доску, начал играть, что-то, и ты погружен, через 5 часов партия закончился, ты встал, где темно на улице, а вот в 5 часов ты где-то находился в другом мире, да, то есть, и этим шахматы очень интересно, то есть это вот практически как медитация, то есть ты уходишь какой-то свой в этот мир, и вот даже здесь мы играем, но пока играешь, полчаса вообще ты в этом мире находишься, да, то есть не то, что я совсем ничего не вижу, но ты полчаса, вот, вот партия закончилась, ты встал, полчаса прошло, а как будто в том, что сел, как будто в минуту прошло, да, то есть в этом плане это интересно, это такой, ну, метод жизни, мне кажется, что, ну, скажем, это интересно, когда есть что-то, что тебя так увлекает, погружает, когда смотришь глубоко, ну, здесь на что-то, ну, но так, что потом тоже выйдет, да, не так, что, ну, как лучше быть защитными людьми. Ну, Юрич, можно вопрос, значит, ретро-могут, значит, с молодостью вас были длинные молодости, а потом у вас резко встала короткая прическа, это как-то связано с шахматой, или нет? Нет, это связано с тем, что я в какой-то момент, мне просто леет стричься, было Apple, мне нравится, длинная, потом как-то я постригся, стали короткие, смотрю, тоже неплохо, все, не было никаких, так, я не знаю, слизистой. Друзья, дети, можете назад чуть-чуть, пожалуйста, вот туда на это вы видите? Можно, пожалуйста? Задавайте вопросы, вы все время прям вот партия на, вот дети, вот майя, вот задавайте, какие лица, каких партиям вы готовились, вот, когда вы были в десятке, что вы ожидали от соперников? Ну, то есть, что ты ожидаешь от соперников, ко всем, во-первых, то есть, что ты ожидаешь от соперников, но они, во-первых, тоже понимают, чего ты именно от них ожидаешь, и они к тебе готовятся, поэтому подготовка – это всегда попытка где-то перехитрить соперника, то есть, он понимает, что ты хочешь с ним сделать, ты понимаешь, как примерно он хочет с тобой играть, и дальше вы, да, пытаетесь найти какие-то пути, как перевернуть партию, ну, скажем, в то направление, которое тебе чуть более выгодно, чем соперник, по стилю игры и так далее, поэтому, я знаю, но у кого лучше получится, никто не знает, то есть, ну, этим занимаются… Про шахматный солнышко. Про шахматный солнышко. Вопрос. Ну, есть некий портрет игрока, то есть, некое ощущение, какие усиленные стороны, слабые, сложенные, и в соответствии с этого ты создаешь какую-то картину этого шахматиста, как он, например, наиграет, и поэтому ты понимаешь, что, наверное, естественно, что любой игрок, он стремится использовать свои сильнейшие стороны и будет пытаться перевести игру в том направлении, где он может проявить свои лучшие качества, ну, и, соответственно, вы сами делаете шли. Вот для этого нужно отдельного каждого игрока знать замечательно. А какого, по-моему, дебюта до попадания коровой десятки? Да нет, любимых дебютов вообще сейчас нет, потому что, в принципе, не тогда, особенно, то есть надо, шахматы надо очень глобально изучать, надо знать все. И, в общем-то, любимый должен быть тот, который вот сейчас стоит на доске, то есть ты должен чувствовать себя комфортно в любой ситуации, которая на доске стоит, и потому что если у тебя будет один любимый дебют, ну, очень быстро это начнут использовать и избегать, и ничего не получится. То есть надо быть очень универсальным сейчас. Такие шахматы. А играли в вашей семье кроме ватча? За что? Играли в вашей семье кроме ватча? Ну, вот отец в пяти шахматы был, да. Брат и первозрядник так играет в силу первого сряда, да. Мама, ну, знает, как иглы ходят, ну, так. Дети мои чуть-чуть на этих играх ходят, но не особо заинтересовало и, в общем, я не пользуюсь. Один, как говорится, один шахматист семьи – это уже слишком много. Ну, пожалуйста, вопросы. Ведь это, конечно, не пачется, но я просто не до конца задала вопрос. На коне штате Лена, который сыграет Чехи? Ну, это тогда было некое ослабление Таица-Короля. Я этого и хотел, чтобы Король ослабился, а тогда уже я мог сыграть Соне-4, и все-таки немножко Король ослаблен, я хотел создать контратаку на Короля. Понятно. Владимир Владимирович, такую картину вы никогда в жизни не забыли. Есть такая возможность? Ну, есть, конечно. Ну, во-первых, на самом деле у нас профессиональная память. Я не так-то много забываю о партии. Ну, то есть у меня почти во всех партиях, даже детского турнира часто, я по структуре помню, что происходило. По ходам до конца не знаю, по структуре помню. То есть, видимо, насколько это профессиональная какая-то память уже засела, вот даже партии, там, 30 лет назад. У меня, вот, представляешь, партия структуре помню, что происходит. Может быть, самая яркая наша партия? Самая яркая? Нет, ну, конечно, матч на границе мира, разумеется, да, а так, ну, о, были серьезные партии. И со знаком минус, и со знаком плюс. Ну, на самом деле, довольно много таких очень эмоциональных и ярких. Матч на границе мира. Скажешь, я проиграл в одном матче на границе мира по анализу, по дебютам. Вообще, просто был автором анализ и вышел и проиграл. В первом матче на границе мира, не сделал своих ходов просто. Да, то есть, ну, и такие были, ну, конечно, яркие. Я в последнем туре выиграл по заказу, должен был выиграть, чтобы за этим выиграл матч на границе мира с метром летом. Много было ярких, но это все уже было. Я как-то не особо не живу в прошлом. Но помню, помню много всего. То есть, я сам не играюсь на сколько уже участвовал. То есть, вот даже несколько партий, я вам вспомнил примерно, что произносил. Владимир Борисович, шахтерные пешки, по вашему мнению, это плюс или минус в шахтере? Ну, это не плюс, не минус, это просто реальность, реальность, да? То есть, ну, надо сделать так, чтобы это плюс использовать, да? Как и все технологии современный интернет, это может быть и большой плюс, и большой минус. Все зависит от того, как ты это используешь. Поэтому, конечно, это может очень сильно дать развитию, да, шахмат. Но это может тебя и тоже, и, как бы, не навредить, да? Поэтому надо очень грамотно использовать. Но в целом, безусловно, сейчас легче стало обрабатывать информацию и намного легче повышать уровень с помощью свежка. У нас там не было, все это намного медленнее. Сейчас быстрее, но есть опасности уйти туда с головой и перестать свое восприятие шахмат иметь. И в каждой позиции, которая стоит на доске, когда играешь, искать пост, который вдруг вдруг сделан, но это неправильно. Владимир Борисович, я хочу задать Вам вопрос с конкуратором шахматов на Семчин-Росковской области. Как вы относитесь к сведению шахмат как к дисциплине в учебный план школы? Вот такой опыт у нас есть в Армении, в Грузии, но в Российской Федерации пока нет подвижек на этот шаг. Вы знаете, это не просто сделать чисто эвозиционное, я так понимаю, да, это, надо сказать, согласование с, естественно, да, там, образование, тогда это непросто сделать. Я-то не против, но это очень масштабный проект, сложный довольно. Но факультативный, это, в принципе, можно делать отдельными своими силами. Я знаю, что у Вас делается это очень хорошо. Я сам так делал в каких-то регионах. То есть, в принципе, это дело очень полезное. Я думаю, что, наверное, будущее за факультативными занятиями. Ну, если кто-то ведет... Просто Россия страна очень большая, да. Это такой очень глотальный проект. Каждую школу там учителей подготовить. У нас же расстояние колоссальное, да, где-то найти. То есть, не просто это сделать, я понимаю, но я всегда препятствую за факультативность обучения. Это, мне кажется, это... У меня, например, я могу сказать, что у меня... Даже в моей школе, ну, как-то я, где мой сын учится, недавно вели шаг по факультативному уроку, как бы, и... Он не захотел бы. Но я сказал, ладно. То есть, все-таки не как обязательный предмет, а как факультативный, да? Факультативный, да. Я несколько была директором школы в глаза смотреть. Но он меня попросил, говорит, ну, я как-то не так интересный. Ну, ладно, все, зачем в этом? Ну, в принципе, это всегда... Но я не видел, но где эти вычеты уже знаете. Ну, это точно полезно. И не для... Не обязательный для того, чтобы стать шахматистом, а для общего развития, конечно. Да. Можно спросить? Были ли у вас какие-то пасти, которые сейчас там выгляделы на любой тип? Ну, конечно, были. То есть, пасти, где, опять же... Во-первых, не любой ценой все равно, только корректной игрой и так далее, да? Это точно. А... Ну, да, конечно, бывают решающие пасти. Но, в первую очередь, если тебе нужно... Выиграть решающую пастию, то есть, самое плохое, это, в сравнении с вами. То есть, ты должен... Ты пришел на пасти, да, она важная, все, но сел, часы включили, и все, ты ушел на груз. Ты играешь шахматистом, да? И надо максимально забыть о том, что это важная пасти. Это просто пасти, да? Ты должен быть. Это умение, одно из самых важных умений сильных игроков, это проходить в игру и забывать о том, что важная эта партия, неважная, с кем ты играешь. И так далее. То есть, ты играешь, все руку как будет. Занимаешься своим делом, пытаясь сделать максимально хорошо. А если получится, ну, что делать? Это не всегда в наших руках. Ну, я в детстве занимал, немножко задачки решал, да, то есть, я уже не помню. Тело очень важно, да. Скажите, пожалуйста, почему, поэтики, они не делают единственное оборудование с первоначальными возможностями, но только с сильными игроками, а именно это делают? Ну, да, это сложный вопрос. Я просто знаю, вообще касается, что касается людей с внешней оборудования, я просто довольно хорошо знаю Наташу Водяну, у нее как раз фонд, как бы, да, что это называется в Баруси, да, она тоже много этим занимается. Конечно, ну, сложно, сложно, потому что всегда по остаточному принципу, к сожалению, это все финансируется. И хотелось бы, потому что это вопрос вообще общества, скажем, там, культура общества и отношения между людьми, да, конечно, люди, у которых разные самые граничные вопросы, все-таки, как бы, должны чувствовать поддержку, это очень важно, и вообще общество-то две становится, если это относится, да. Поэтому это вообще такая, больше психологически такая философская вещь. Конечно, надо бы, но, нет, но все равно намного лучше сейчас становится, чем было раньше, но, в принципе, мне кажется, что и, я, например, у меня была идея такая, я считаю, что она вообще очень хорошая, в том числе, вот, дома престарелых, да, там, вот, шахматы, например, обучать шахматам, как бы, людей, которые, вот, во-первых, им скучны очень, во-вторых, на самом деле, ну, все-таки, развитие вот этих болезней, там, деменция, даймя, шахматы помогают, там, то есть, все-таки, голова тут работает, да, и, в том числе, да, и вот, как бы, у меня была идея, что, кроме шахматной школы, вот, неплохо было бы, в домах престарелых, вот такие места, все-таки, как-то шахматные уроки давать, чтобы людям помогать, да, все-таки, не так классно. Ну, это не то, что я считаю, это доказано уже, были статьи в научных журналах, это доказано, да. То есть, одна из, против фальтайвера, например, и вот, каких-то деменций, там, было некий стандартный медицинский, и шахмат, игра в шахмат, ходит десятки вещей, которые надо делать, ну, то есть, просто мозговая деятельность, да, поэтому тут тоже, ну, и плюс просто по-человечески, по-идее, студентский, что там, да, то есть, не так много развлечься, чем можно, да, если пошел их говорить о людях, интернет, как бы, чаще всего это уже не их история, а вот как-то их и развлечь, и польза для здоровья, что-то было. Мне кажется, эту тему, в общем, не плохо будет развивать. Скажите, а когда вы делаете, вы волнуетесь? Ну, волнуетесь, ну, в принципе, да, да, волнуюсь, меньше сейчас уже, чем раньше, но на самом деле, это хорошо, если волнуюсь. Ну, если не волнуюсь, это плохо, значит, я все равно. Ну, а тогда точно не сможешь. То есть, нужно волноваться, это нормально, нужно и полезно в разумной среде, чтобы оно не перекрестывало холодную голову, чтобы сохранял концентрацию холодную голову, но волноваться нормально. Если волнуетесь, это нормально. Уважаемые секундочки, уважаемые зрители, наша часовая лекция, творческая встреча превратилась уже в час пятьдесят. Творческую встречу. А вы сами еще хотели взять автографы, хотели сделать фотографии. Поэтому давайте последний вопрос, кто ближе к всем. Возвольте мне параджи. Давай один. Один вопрос. Давай крайний. Давай. Возвольте. Все время здесь на сокрушинках в известном советском мультике. Прошу. Прошу. Ну, можно? Возвольте. Ну, можно? Ну, можно? Пошу. Сейчас. Самый топ-домой я играл 8 часов, может быть, в этом году я играл, может быть, в 17 или 16, но я больше, 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 больше. Я знаю, что уже 2 часа дня, потому что вам не будет ответить, если вам будет ответить, если вам будет ответить. Давайте только на стол, все. Теперь только смотрите, давайте снова в шахмане, в шахмане. Все, 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 только бездомы. Давайте все с одной стороны подходим, вот так, вот точно.